Он из тех, за кем охотятся западные разведки. Кто не раз рисковал, выполняя приказ. Для него каждое расследование – поиск ключа к тайнам мировой истории. Порой не хватает всего лишь какой-то детали, элемента, чтобы найти ответы и сложить все пазлы. Секретные материалы с Андреем Луговым. 11 апреля 1942 года. Более трех месяцев идут кровопролитные бои за Ржевско-Вяземский выступ, на котором противник сосредоточил две трети своей основной боевой силы – группы «Армий Центр». Немцы не оставляют попыток взять Москву, до которой отсюда всего лишь 150 километров. Ситуация крайне напряженная. Один из опытнейших боевых генералов Михаил Ефремов с 10 тысячами бойцов 33-й армии уже два месяца в окружении. Они отчаянно сражаются, но сил почти не осталось. Снабжение только по воздуху, продуктов нет, по 100 граммов сухарей на человека и то не каждый день. От голода дохнут лошади. Снарядов к орудиям на 5-6 выстрелов. Патроны на исходе, медикаментов нет. Огромное количество раненых. Среди бойцов начинается тиф. Генерал получает приказ сосредоточить все имеющиеся у него силы в Шпырёвском лесу и попытаться вырваться из котла, прорвавшись к своим через реку Угру. Прорыв назначен на 13 апреля. Но именно в этот день, по странному стечению обстоятельств, связь с Михаилом Ефремовым, его бойцами, пропадает. Ночами в район окружения для разведки и поиска штаба Ефремова командующий Западным фронтом Жуков направляет самолёты. Из боевого приказа номер 48 штаба ВВС от 16 апреля 1942 года. Обратить внимание лётного состава, что задания по разведке считаются особо важным. От положительных результатов зависит судьба частей генерала Ефремова. Экипаж, выполнивший задания и установивший связь с частями Ефремова, будет представлен к награде. Однако, поиски безрезультатны. А через две недели вражеская авиация раскидает листовки, в которых говорится, что генерал-лейтенант Михаил Ефремов находится в плену и призывает красноармейцев добровольно переходить на сторону немцев. Сталин крайне встревожен. Если правда, что генерал сдался в плен, то подобный поступок военачальника такого уровня может не только разлагающе повлиять на боевой дух солдат и офицеров Красной Армии, но и поставить под угрозу многие планы Генштаба. Сталин поручает контрразведке досконально выяснить, где находится командир 33-й армии Михаил Григорьевич Ефремов. Однако в отчётах по выходу из окружения 33-й армии, основанных на показаниях бойцов и командиров группы Ефремова, которые отдельными группами прорывались к своим, нет никаких сведений о судьбе генерала. Вот один из таких документов, которые нам удалось найти в Центральном архиве Министерства обороны. 14 апреля группа вела бой, в котором действовали 5-6 танков противника. Группа была рассеяна. 12 человек, пройдя по лесу с севернее надписи река Угра, перешли через мост и огородами села Замыцкое вошли в лес. И затем эта группа вышла южнее Волухова. О Ефремове с 13 апреля ничего не знают. Даже спустя десятилетия исследователи не могут прийти к одной версии этих событий. Сегодня на основе рассекреченных документов, а также материалов из семейного архива генерала Ефремова, мы восстановим картину происшедшего. Что же на самом деле произошло с генералом Ефремовым после 13 апреля 42-го года? Какие события привели к этому? Почему с ним неожиданно пропала связь? И на каком основании следователи считают, что в штабе 33-й армии оказался предатель? Смотрите далее. Почему враг не хотел убивать генерала Ефремова? Что не позволило 33-й армии вовремя выйти к вязьме? И чего нужно было опасаться? Раскапывая военное захоронение. Ржевская-Вяземская наступательная операция была важным этапом завершения Московской битвы. После того, как немцы были отброшены от Москвы, в начале января 1942 года Сталин дал приказ освободить Ржев и Вязьму для того, чтобы откинуть противника еще дальше. Ржевско-Вяземский выступ, плацдарм в 150 километров глубиной и 200 километров по фронту, был опасен тем, что именно здесь, на оккупированной немцами территории, армия Гитлера могла отдохнуть и, подтянув резервы, снова перейти в наступление и оказаться у стен Москвы. Намечалось силами Калининского фронта, Западного фронта, части сил Юго-Западного, потом Брянского фронта окружить фактически всю группу армийцентра. Группа армийцентра – это основная боевая сила вермахта на Советско-Германском фронте. Это несколько армий. Самая многочисленная в плане танков, авиации, личного состава. И тем самым, как планировала Ставка уже в марте 42-го года, перевернуть ход войны и даже освободить большую часть своей территории. В 33-й армии во главе с генералом Ефремовым отводилась главная роль в этом наступлении двух фронтов. Он должен был перекрыть противнику пути снабжения, которые шли через Вязьму. Михаил Григорьевич Ефремов был опытным военачальником. К началу Великой Отечественной за его спиной была Первая мировая и гражданская войны. В 20-е годы он участвовал в установлении советской власти в Азербайджане и Грузии. Был командирован в Китае в должности военного советника. Окончил военную академию имени Фрунзе. Был командующим войсками многих военных округов. В первые месяцы войны 21-я армия под командованием Ефремова вела ожесточенные бои на Могилевском направлении. Задержало продвижение немцев к Днепру. А в октябре 41-го Ефремов стал командиром 33-й армии. В тот момент, когда Ефремов получил приказ от командующего Западным фронтом Георгия Жукова совершить марш-бросок к Вязьме и сходу овладеть ею, он вместе со своей 33-й армией бился с немцами в районе реки Нары. К этому моменту они уже освободили Нарфаминск, Боровск и вели тяжелейшие бои на подступах к городу Верие в 100 с лишним километрах от Москвы. Михаил Григорьевич понимал, что уйти сейчас из Верии и двинуться к Вязьме означало оставить за своей спиной недобитого врага. В лучшем случае он ударит в спину Ефремовцем, в худшем, подтянув свежие ресурсы, рванет на Москву. Что было делать в такой ситуации? Не выполнить приказ командующего Западным фронтом генерал не мог, но он решил не пренебрегать попыткой достучаться до Жукова. Смотрите далее. Почему группа Ефремова постоянно нарывалась на засады? Что нарушила связь со штабом 33-й армии? Какой ультиматум выдвинул Ефремову Гитлер? Той же ночью Ефремов в довольно большом по объему донесении подробно излагает командующему сложившуюся ситуацию. И вот его резюме. Выполнение вашей директивы в силу создавшейся обстановки на фронте армии задерживается. Принимаю меры к скорейшей ликвидации верейской группировки противника, после чего немедленно приступлю к выполнению поставленной задачи. Михаил Григорьевич Ефремов. И в этом донесении весь Ефремов. И командир, и дипломат. И только освободив Верею, 19 января 42-го он начинает заниматься переброской подчиненных ему дивизий в сторону Вязьмы. Необходимо было очень быстрым темпом преодолеть расстояние в несколько десятков километров, невзирая на 30-ти градусные морозы и дороги, занесенные сильными снегопадами. Если бы Ефремов главными силами своей армии вышел к Вязьме числа 1-го, 2-го февраля, имелись хорошие шансы Вязьму взять. Но проблемой номер один 33-й армии было то, что она уже практически три недели не выходила из непрерывных боев, и была уже изрядно измотана предыдущим боем, понесла потери. Взять Вязьму сходу не получилось. Сказывалось отсутствие свежих резервов. К этому моменту войска противника начали активные действия по блокированию наступающих частей армии Ефремова. Однако место организации отхода наших войск из штаба Западного фронта поступает новый приказ. Продолжать наступление. Иногда делают упрек генералу Жукову, что он гнал войска вперед. Ну а куда мог деться генерал Жуков? Ему верховный главнокомандующий Сталин ставил задачу, и он шел вперед. Инициатива теперь в наших руках, и потуги, разболтанные ржавой машиной Гитлера, не могут сдержать напор Красной армии. Недалек тот день, когда Красная армия своим могучим ударом отбросит озверелого врага. Приказы отдавались решительные, предполагавшие глубокие проходы наших соединений в оборону противника. Но уже в первых числах февраля неприятель таранным ударом перерезал коммуникации 33-й армии. Ефремовцы оказались в окружении. Начались серьезные проблемы со снабжением. Не хватало всего, что было жизненно важно – продовольствия, медикаментов, боеприпасов. Начальник артиллерии генерал-майор Афросимов распределял каждый снаряд буквально поштучно. Было приказано изъять у всех солдат, находящихся в подразделениях обслуживания и обеспечения, все боеприпасы, все патроны, кроме пяти. Оставить каждому по пять патронов, а остальное отдать в боевые подразделения. Но было еще одно обстоятельство, которое крайне усугубляло положение Ефремовской армии. Складывалось ощущение, что немцы как будто знали о передвижениях бойцов и были готовы к их действиям. Неужели в группе Ефремова находился предатель? Есть некоторые свидетельства, в которых подтверждается эта версия. В своей книге бывший британский разведчик, а ныне историк и публицист Эдвард Кукридж пишет, что один из немецких агентов прислал руководителю немецкой разведки на Восточном фронте Рейнхен Гелену архиважное донесение, где шла речь о предстоящем крупном масштабном наступлении советской 33-й армии под командованием генерала Ефремова. Эдвард Кукридж воспользовался этими сведениями в своем докладе от 22 февраля. Это тот самый случай, когда Гитлер вынял его доводом. Когда Ефремов нанес удар в районе Ржева, немцы сосредоточили свои силы под Юхном, и вся армия целиком попала в котел. Для советского генерала Ефремова этот удар явился полной неожиданностью. Из этих строк следует, что командарма 33-й армии предали. Но тут явная нестыковка в событиях и датах. Первое. Удара под Ржевом не было. И второе. 22 февраля армия Ефремова уже три недели как находилась в окружении врага. Так что, скорее всего, в этом случае либо немцы вводили за нос наши спецслужбы, либо это откровенная фальшивка, и никакого предателя в окружении Ефремова не было. Но не все так просто. 2 марта 1942 года на имя капитана госбезопасности 33-й армии Давида Камбурга поступило следующее донесение. По имеющимся данным, в вашем районе действует подвижная радиостанция противника, выполняющая на территории наших войск особо важное задание германского командования. Получила ли подтверждение версия предателей? Об этом чуть позже. А пока следствию было важно разобраться в том, что стало с Ефремовым с того момента, как 13 апреля с начала прорыва из окружения с его армией была потеряна связь. Почти год расследования не может сдвинуться с места. Пока в марте 43-го после освобождения города Вязьмы и Вяземского района не поступает новая информация, что в селе Слободка якобы найдена могила генерала Ефремова. Туда едет специальная комиссия вместе с сыном исчезнувшего командарма, капитаном Михаилом Михайловичем Ефремовым. Из письма Михаила Михайловича Ефремова отцу. По приказу Сталина создали специальную комиссию Военного совета Западного фронта во главе с Булганином, которая должна уточнить, действительно ли это могила командующего 33-й армии. В составе этой комиссии в Слободку еду и я. Местные жители рассказывают о том, что тело командарма было обнаружено в Шпыревском лесу в апреле 42-го. И тогда же в село прибыл высокопоставленный немецкий чин Артур Шмидт, чтобы лично засвидетельствовать факт гибели командарма. Он распорядился похоронить Ефремова как героя. Копали наши военнопленные, где это был апрель месяц, земля еще была замороженная, было тяжело, но выкопали. И Михаила Григорьевича немцы похоронили со всеми воинскими почестями. И при захоронении этот Шмидт сказал своим солдатам, «Воюйте за Великую Германию так, как воевал генерал за свою Россию». Комиссия приблизилась к захоронению. На могиле табличка. Генерал-лейтенант Ефремов пал в бою 19 апреля 1942 года. Стали раскапывать эту могилу, но боялись, что там во время захоронения заложили бомбу или какую-то взрывчатку. Ее раскапали очень медленно. И в итоге оказалось, что там ничего, никакой взрывчатки нет. Раскопали, изгумировали тело Михаила Григорьевича. Оно лежало на рогоже. Составляется протокол. Офицер перечисляет вещи. Военный френч из габардино, сатиновые брюки с лампасами, яловые сапоги. Странная подробность. Все вещи находятся в идеальном состоянии. Не могли же немцы переодеть Ефремова перед похоронами? По свидетельству местных жителей, нацисты этого не делали. Конечно, вот его форма удивила. Вот состояние его формы. Как из леса принесли, положили на немецкие населки, и вот практически как с парада человек, да, как-то из леса могло быть. Вот это было очень мне как-то удивительно очень. Ответы на эти вопросы будут получены не сразу. А пока капитан Михаил Ефремов продолжил опознание отца. Плюс ко всему, значит, он увидел золотые запонки, которые Михаил Григорьевич еще купил себе в 1927 году в Китае, когда был там военным советником, работал в течение года. Эти самые запонки Ефремов-младший помнил очень хорошо. В Китае отец служил вместе с мамой Елизаветой Васильевной. Вскоре родители примут решение о разводе, а эти запонки из Китая останутся с генералом до самого конца, как талисман. Он не расстанется с ними, даже когда попадет под жернова репрессий в 1938 году. Вы знаете, что в тот период времени предвоенной было репрессивно около 40 тысяч наших военачальников и командиров. Михаила Григорьевича Ефремова арестовали, вменив в вину связи с маршалом Михаилом Тухачевским и командармом Павлом Дыбенко, обвиненными в измене родине. Генерал написал письма Ворошилову, Микояну и Сталину о том, что он не виновен, с просьбой решить его вопрос. Вскоре его вызвали в Кремль, к Сталину. Разговор, больше напоминавший допрос, длился более двух часов. Смотрите далее. Что показала проверка трех человек, пропавших из группы генерала в самое трудное время? Зачем нужно было собрать тысячи гильз? И почему сам патриарх разрешил отпеть самоубийцу? В кабинете помимо Сталина были Ворошилов, Микоян и Берия. На столе лежало дело, заведенное на генерала Ефремова. Главный вопрос, который должно было выяснить следствие, участвовал ли Михаил Ефремов в заговоре троцкистов против вождя и правительства. В организации этого заговора с целью захвата власти обвинялся маршал Тухачевский и ряд других высших советских военачальников. Вы знаете, Ефремову удалось практически невозможное. Он сумел заставить Сталина, про невероятную подозрительность, которую знали все, поверить, услышать правду. То, что Михаил Григорьевич невиновен. Возможно, это удалось из-за того, что Ефремов держался очень достойно. На все вопросы отвечал спокойно, лаконично, без тени страха. Сталин внимательно слушал его ответы. В конце разговора вождь небрежным жестом смахнул папку с делом генерала в мусорную корзину со словами. Продолжайте служить, товарищи Ефремовы. Не было никаких оснований сомневаться в кристальной честности Ефремов. И Жуков это подчеркивал. Да, могли его сломать, но не сломали. Многих сломали, Ефремов не сломали. И в этом отношении вот этот свой подвиг, который потом совершил Великое Отечественное, ну, можно так сказать, он начинался, и стоки зарождались вот как раз в этих событиях. Он все перенес. Ефремов был значимой фигурой в Красной Армии, опытным боевым генералом, которого уважало высшее военное руководство и преданно любили бойцы. И немцы по отношению к генералу Ефремову проявляли острый интерес. Именно такая персона в тот момент была необходима противнику, проигравшему битву за Москву. Если бы фашисты взяли Ефремова в плен, он бы стал их сатисфакцией, их знаменем победы, их козырем. Потому что подавить врага не физически, а морально. И вот эта армия, она должна была сдаться, показательно должна была сдаться, хоть в одном генерале. Пусть армия там сражалась бы в лесах, но генерал должен был сдаться. Вот этот дух бы сломал. И, вероятнее всего, именно в этот момент наступления, да, дальнейшего наступления от Москвы, это было бы очень важно. Вот этот духовный слом, смотрите как, бился-бился, а потом вышел и лапки поднял. Из ультиматума главного командования германской армии к командующему 33-й армии генерал-лейтенанту Михаилу Григорьевичу Ефремову с предложением о сдаче в плен. Германское верховное командование армии, которое держит вас в окружении, предлагает вам сдаться. Жизнь всех командиров и красноармейцев будет гарантирована. Германский солдат не убивает пленных. Это ложь. Раненые и больные получают немедленную помощь. До 18 часов 3 апреля 1942 года мы будем ждать ваших посредников для переговоров. Было указание команды немцам взять Ефремову в плен. Не убивать, а взять его в плен. И кто там был из армии группы «Центр», воевавшей против Ефремова, они хотели сделать подарок Гитлеру. Захват командарма Ефремова немцы готовили в качестве подарка ко дню рождения фюрера 20 апреля. Генерал добровольно сдаваться не захотел, проигнорировав ультиматум и листовки, которые скидывали на его позиции немецкие летчики, но противник надеялся воспользоваться тяжелой ситуацией, в которой оказалась армия Ефремова под вязьбой. Но мог ли кто-то в штабе Ефремова поспособствовать пленению генерала? Много было странных обстоятельств, которые вновь и вновь заставляли задуматься о реальности этого предположения. По картам немецкого штаба видно, что с самого начала прорыва из окружения, куда бы ни пошли ефремовцы, они постоянно натыкались на засады. То есть это явный маршрут за таким, знаете, загнанного зайца. И очень хорошо видно, когда они идут прямо к угре, а потом вдруг эта линия, вот как раненый заяц метаться начинает. Она такая вся, вдруг вот в узлы завязана эта линия и крест. Раз и крест вот там, прямо на берегу. Ефремов понял, что за ним идет охота, и кольцо сжимается именно вокруг него. Он отдал приказ частям своей армии прорываться к своим небольшими группами. А дальше еще одно загадочное обстоятельство. У группы, оставшейся с Ефремовым, пропадает связь. Неожиданно исчезает рация, после чего генерал со своими бойцами оказывается полностью отрезанным от мира. Это же тоже важнейшая вещь. О ней больше всего спорят. Когда потеряли, почему, где. Вот это главный вопрос радиостанции, да. Это связь, это все-таки очень важно было. Это голос штаба, голос генерала, в конце концов, да. Вот, поэтому вот такие вещи важны. Где? Куда пропала рация, это так и осталось до конца невыясненным. По одним свидетельствам, она утонула в болоте, по другим осталась в обозе, отрезанном врагом в первый день прорыва. И по странному стечению обстоятельств, после того, как она была утеряна и связь прекратилась, за два дня до финального боя из группы Ефремова исчезают три человека. Помощник прокурора 33-й армии, воен-юрист первого ранга Александр Зельфа, главный хирург армии профессор Исаак Жоров и начальник особого отдела Давид Камбург, о котором мы уже говорили выше. Чекисты не могли допустить, что в безвестность канул начальник особого отдела армии, капитан госбезопасности Камбург. И проводились определенные действия по поиску, прежде всего, свидетелей, которые могли зафиксировать, что произошло. Но его судьба так и осталась неизвестной. Тело не было найдено. Двое других, Зельфа и Жоров, оказались живы и вышли из окружения. Мог ли один из этих троих оказаться предателем? Исследователи считают, что мог. Когда стало известно о гибели 33-й армии, органы госбезопасности начали тщательные проверки, сопоставляя показания вышедших из окружения бойцов. Из нескольких источников узнавали о последних днях, которые провели в отряде эти трое. Поведение Камбурга и показаниях Зельфы, несостыковок с показаниями других свидетелей событий не нашлось. А вот рассказы главного хирурга армии Жорова вызывали некоторые сомнения. Этим вопросом очень много занимался поисковик по 33-й армии Станислав Дмитриевич Митягин. Прекрасный специалист, прекрасный человек. У него была версия, что предателем был хирург армии Жоров Исаак Сфламонович. Станислав Митягин, историк, писатель и журналист, был одним из самых первых исследователей судьбы 33-й армии. Всю жизнь Станислав Дмитриевич по крупицам собирал разрозненную информацию, возвращая из небытия имена тех, кто не вернулся из того окружения. Версию о предательстве он вывел после сопоставления ряда фактов и свидетельств военных и послевоенных лет, в то время, когда занялся изучением воспоминаний военного хирурга Исаака Жорова. Его поведение было крайне неадекватным, а тем более Станиславу Дмитриевичу Митягину и Александру Николаевичу Краснову, первому исследователю трагедии 33-й армии, удалось собрать очень много, очень интересного материала, который, ну, вы знаете, мы не имеем права прямо обвинить человека, сказать, что он предатель или нет, но у нас есть полное право кого-то подозревать, а тем более буквально факты налицо. Например, сам Жоров обвиняет в предательстве начальника отдела связи 33-й армии Ушакова. Якобы Жоров точно знает, что именно Ушаков должен был передать немцам своего командарма. Он задумал выдать генерала живым, зазывая приехать в деревню Желтовку, а там были немцы. Но ему это не удалось. Тогда он сделал такую подлость, испортил рацию, и тем самым 33-я армия потеряла связь. А немцы были хорошо осведомлены о движениях армии. Куда бы армия ни направлялась, всюду она встречала превосходящие силы противника. Исследователи возражают. В Желтовке на протяжении двух месяцев находился штаб 33-й армии, а не только один Ушаков. Поэтому зазывать генерала Ефремова Ушакову было без надобности. С чем было связано упорное обвинение Жорова в том, что Ушаков являлся предателем и немецким агентом, осталось неизвестным. Именно этот человек, кстати, и наводил все вот эти ложные следы на полковника Ушакова. Крайне неоднозначными оказываются и другие воспоминания Жорова. Например, он указывает, что после того, как его контузило, он, придя в сознание, вышел из окружения и примкнул к группе бойцов. Будучи окруженными немцами, убившими одного из нашей группы, видя, что сопротивление бесполезно, решили сдаться в плен. После этого меня, как больного, немцы отправили на телеге в русскую больницу в Темкино. Это, наверное, первый подобный случай небывалого гуманизма, отмечают исследователи. Обычно немцы пристреливали больных и раненых, в лучшем случае отправляли в лагерь для военнопленных. А тут в телеге без охраны отправили в больницу. Митягинцы поставили эти показания с воспоминаниями Виктора Прохорова, друга Жорова, который присутствовал при его поступлении в Темкинскую больницу. Жорова привез в русский лазарет на подводе крестьянин. Приехали они вдвоем, без всякой охраны немцев. Профессор Жоров был одет в офицерскую меховую безрукавку, в габардиновую офицерскую гимнастерку и синее диагоналевое галифе, а на ногах были валенки. За какие заслуги раненому Жорову сохранили жизнь, да еще и дали возможность лечиться? Непонятно. Но неужели после прихода наших войск это никого не насторожило? Как и то, что хирург путался в описании того, что с ним происходило после контузии, указывал на встречу с людьми, которые никак не могли находиться в том районе леса, поскольку погибли совсем в другом месте, и это подтверждали прорвавшиеся из окружения бойцы 33-й армии. Митягин выяснил, что сразу в 43-м году особый отдел НКВД начал расследование деятельности Исаака Жорова на оккупированной территории и истории его невероятного спасения. Было заведено уголовное дело по обвинению в измене родине. Однако уже через сутки после задержания Жорова поступил приказ начальника управления особых отделов НКВД Абакумова, и через два дня Жоров был отпущен на свободу, а дело прекращено. Его допрашивали Жорова неоднократно. Он в своих показаниях путался, но у него хороший товарищ был начальник медицинской службы РКК Красноарной. И вероятность того, что он его и спас от расстрела, есть такая вероятность. Кроме того, жена Жорова, известный врач-гинеколог, дружилась с семьей известного партийного деятеля Анастаса Микояна. Станислав Митягин предположил, что эти связи и позволили Жорову избежать и более тщательных проверок, и наказаний. Но мог ли действительно Жоров оказаться предателем? Могло быть такое вполне, но жизнь есть жизнь. Наши органы НКВД в период боевых действий, только в период московской битвы, задержали большое количество пособников, немецко-фашистских захватчиков. Ничего в этом удивительного нет, что такой человек мог быть в окружении Ефремова. Но нестыковки в показаниях не доказательство факта предательства. Свидетелей тех событий уже нет в живых. Поэтому сегодня доказать или опровергнуть вину Жорова невозможно. И дать ответ на вопрос, что же случилось на самом деле с генералом Ефремовым, мы сможем, только опираясь на задокументированные факты. Март 43-го. Следственная группа вместе с сыном генерала Ефремова отправляется в Шпырёвский лес к месту последнего боя командарма 33-й армии. Группа идет с миноискателем, исследуя буквально каждый сантиметр. Им нужно найти место наиболее интенсивной стрельбы. Ведь бой, по словам очевидцев, был очень напряженным. И вот земля начинает мощно реветь под миноискателем. Это верный признак. В этом районе надо остановиться. Даже есть фотография, где он там, поле такое, поломанные деревья. Вот, и, в общем-то, это было в районе деревни Дегтянка. Но найти то самое место, место гибели командарма Ефремова, сын сможет только через несколько лет после войны, когда будут пересмотрены под новыми углами все свидетельства и факты. В основных отчетах противника говорится, что Ефремов погиб под большой сосной на опушке леса. На границе леса поисковики нашли не только это место, но и два патрона от пистолета Коровина и подходящую к нему по размерам кобуру. Дело в том, что пистолет ТК калибра 6,35 мм в годы войны выдавали офицерам. По имеющимся данным, именно такой маленький пистолет был и у генерала Ефремова. И хотя пистолет не нашли, зато удалось разыскать гильзу 6,35 на 15. Но кто же выпустил последнюю пулю из личного пистолета командарма? Ответ на свой вопрос сын командарма получит только после того, как разыщет местного жителя Анатолия Сизова, который 12-летним мальчишкой был проводником у генерала Ефремова, а после его гибели был пленен и угнан фашистами в Германию. Он Михаил Григорьевича запомнил, потому что, ну, опять же, генерал в лампасах, да, и вот заметно по внешнему виду это было, и он вообще очень аккуратным человеком был, и поэтому следил за внешним видом всегда, в этих условиях даже умудрялся он это делать. Вот это он запомнил. Почти неделю ефремовцы будут атаковать фашистские позиции, пробивая брешь в обороне противника. Им это удается. До реки Угры остается всего два километра. У командарма теплится надежда, что хоть какая-то часть бойцов сможет прорваться через вражеское кольцо и перейти через реку Угру, а там свои. Однако сам Ефремов дальше идти уже не сможет. В боях он получил тяжелые ранения. Бойцы несут его на носилках. Перед тем, как уйти из жизни, он попросит подготовить его к уходу. Бойцы помогли Михаилу Григорьевичу переодеться в чистую одежду и сапоги. Затем носилки генерала кладут около высокой сосны. Обведя взглядом боевых друзей, он достает свой пистолет. Генерал, когда понимал, что вряд ли он сможет выйти из окружения, а тем более, когда он получил ранение, принял решение какое-то волевое. Так закончил свою жизнь советский военачальник, полководец, боевой генерал Михаил Григорьевич Ефремов. Он остановил такое движение врага к нему, вот эту цель, захватить его любой ценой. И он им эту цель просто перекрыл этим крестом на карте. Все, не будет этого. То есть вот возможность такой он их не дал. Ценой своей жизни. Не доставить удовольствия врагу и подарок ему не сделать. Вот что было важно. Официально в гибели группы командарма Ефремова и 33-й армии в целом так никто и не был обвинен. Более того, неоднократно подчеркивалось, что обусловлена она была исключительно сложившейся боевой обстановкой. Но армия и ее командарм Ефремов героически сражались до самого конца. Стойкость обреченного командарма стала одним из факторов перелома. Спустя считанные месяцы война покатилась в обратную сторону. Из письма Михаила Михайловича Ефремова отцу. Да, батя, знаешь, как Иосиф Виссарионович отнесся к твоей гибели. Когда уже в апреле 43-го года была установлена истина твоей гибели и подробности твоей деятельности в окружении, он приказал представить в короткий срок варианты памятника тебе. Представили 19 проектов, 18 из которых он сразу отверг. А самый монументальный, бронзовый, приказал немедля строить. А война еще шла. Ему сказали, а как же с бронзой? Он Голикову приказал собрать бронзу и из гильз отлить памятник. Что и было сделано. Мы ликовали назло твоим врагам. В 1946 году тебе был установлен памятник на площади в городе Вязьма. В 1946-м проводить генерала Михаила Григорьевича Ефремова в последний путь на главной площади соберутся не только жители освобожденной Вязьмы, но и те, кому посчастливилось выжить и выстоять в той последней схватке на реке Угре. Центральная площадь утопала в цветах. Было тогда много сказано слов благодарности герою, но самая важная мысль заключалась в том, что без таких, как генерал Ефремов, мы бы не победили фашистов. А через много лет семья не сдавшегося врагу генерала обратится к патриарху с просьбой отпеть Михаила Григорьевича в храме. Хотя, как известно, церковь самоубийцы не отпевает, считая это смертным грехом. Но в случае с генералом Ефремовым патриарх сделал исключение и разрешил. Ведь речь шла о смерти во имя исполнения воинского долга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова